В Туркестанской области ведут активную борьбу с теневой экономикой. Под строгим контролем находятся и коррупционные риски в сфере строительства, обеспечения жильем. Работы и планы в этом направлении обсуждались на заседании комиссии по вопросам противодействия коррупции при Акимате Туркестанской области. На заседании руководитель управления прививенцией Департамента агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции под Туркестанской области Иржан Жунусов доложил о результатах внешнего анализа коррупционных рисков в сфере жилищных отношений города Туркестан. Выявлен ряд недостатков по нескольким конкурсам, проведённым в 2021 году по программе 7-20-25. Отделом жилья выявлено 103 факта нарушения сроков оказания государственной услуги. Недостатки выявлены и в деле постановки граждан в очереди на получение муниципального жилья. В ходе встречи было доложено о работе по профилактике коррупции в сфере строительства и представлены данные о ходе реализации мер по противодействию теневой экономике. Аким области Дарханцет-Балды дал ряд поручений ответственным лицам. Теневая экономика – одна из сложных проблем, угрожающих экономической и национальной безопасности страны. Поэтому борьба с ней должна вестись качественно. Активизируйте борьбу с уклонением от уплаты налогов и таможенных платежей, провести работу по цифровизации налогового и таможенного администрирования, развитию безналичных расчётов. Многие граждане увлекаются азартными играми. Поручаю провести разъяснительную работу. Ещё нужно устранить махинации по продаже ипотечных домов в рамках программы 7-20-25, регистрации в очередь на получение жилья и его сдачи в аренду. В строительной отрасли необходимо принять системные меры по устранению коррупционных рисков. Установлено, что в сфере строительства возникновение таких рисков высокие. В этой связи совместно с соответствующими управлениями поручаю направить в уполномоченный орган предложение по цифровизации процессов, связанных с строительством. Вопрос в стороне борьбы с коррупцией остаётся на повестке дня. Проведите внутренний анализ коррупционных рисков по другим отраслям и внесите предложение по устранению выявленных недостатков. За три месяца текущего года было обнаружено два подземных склада по производству нелегальной алкогольной продукции объёмом 2500 литров. Этиловый спирт объёмом более 1200 литров уничтожен. Одновременно идёт борьба с контрабандными товарами, финансовыми пирамидами, незаконным оборотом табакам. Выявлено 38 фактов незаконного сбыта горюче-смазочных материалов в соседнюю страну. Изъято 11 тонн нефтепродуктов, взыскано штрафов на более чем 1 миллиона тенге. За первый квартал текущего года проведена разъяснительная работа с налогоплательщиками, работающими без получения соответствующей лицензии. В итоге 63 налогоплательщика получили лицензии. Оружен Жиринбаев, Ирбул Махашев, Новости.